Субтитры создавал DimaTorzok Не смогут, это обрушение их жизненного уровня и все остальное. Да, они сейчас идут на эти сложности, там цены растут, но они надеются, что через год, через два, через три, все, что принадлежит России, богатство, достанутся им. Тем более, что они помнят, что когда рухнул Советский Союз, кто нажился на крахе Советского Союза больше всего? Не американцы. Выигрыш американцев был геополитический. А вот как раз объединенная Европа, и она стала, кстати, объединенной Европой только в результате нашей катастрофы. Никакой объединенной Германии не было бы, если бы не наша катастрофа. Никакого Евросоюза в нынешних границах не было бы. Они понимают, что и нового выхода, кроме как сокрушить Россию для продолжения существования Евросоюза, не существует. Они хотят повесить нашу шкуру на стену, там вырвав предварительно клыки. А ведь действительно, они постепенно начинают наглеть и думать, что у них все получится. То они не решались поставлять, помните, летальное оружие. Говорили, не, мы только не летальные, так называемые. Потом, мы только оборонительно проверили, ничего не получили, можно дальше. Потом, помните, сколько было шума по поводу бронетехники. Да никогда и прочее, прочее. Сейчас уже пошли сотни. Теперь это авиационная коалиция. И они вот так дальше и дальше. Хорошо, вопрос. Как вы считаете, в какой момент они остановятся? Они остановятся только в тот момент, когда их остановят. Потому что международное отношение, это закон джунглей, где действует сила и страх. Все. Пока они не почувствуют страх, они не остановятся. Соответственно, здесь два варианта. Либо сейчас, это ближайшее время, завершение, победное завершение СВО. Если этого не происходит в силу каких-то причин, то тогда они должны сейчас начинать нести потери. Я в этой студии уже говорил, если Франция поставляет оружие, которое убивает русских людей, то на улицах Франции должна литься кровь. Если Германия поставляет танки, которые убивают русских солдат, на улицах Германии должна литься кровь. Они воюют сейчас чужими руками против нас, желающих повоевать с ними более чем достаточно. Вот и мы должны чужими руками наносить им удары. Они взрывают наши... Игорь Сергеевич, как нанести, например, чужими руками удар по Британии, допустим, той же самой, которая поставила сейчас им ракеты? У нас есть карта, куда могут достать, собственно, вот эти вот британские ракеты. Вот смотрите, да. Если 300 километров или если будет модификация там 500 километров, вы видите уже, какая зона поражения? И я допускаю, что это может случиться. Допускаю, потому что у них же аппетит во время еды, да? Они пока не тормозят, они идут, идут и будут дальше идти в силу того, о чем мы вот всю эту передачу и говорим. Но как можно чужими руками, например, сделать так, чтобы англичане, которые передали вот это вот все, вдруг образумились? А не образумились, а осознали, что для них это опасно. Испугались. А что, у Англии нет врагов, нет стран, нет движений, нет конкретных людей, у которых есть серьезный зуб на этих англичан. При этом мы открываем новости и читаем, что даже их СМИ сообщают, что значительная часть вооружения, поставляемая на Украину, переходит в руки террористов. Почему какой-либо борец с тем или иным, там, в прошлом колониализма британского и прочего, не применяет сейчас Джавелин в Лондоне? Почему в той же, например, Франции, после того, как Макрон заявил, что он 10 батальонов оснастит вооружением, чтобы русских убивать, там разве нет борцов за то, чтобы превратить собор Парижской Богоматери в мечеть? Есть. И у них должны оказаться и джавелины, и у них должны оказаться стингеры. И вот как только они поймут эту прямую зависимость, ты поставил вооружение сюда, убил русских, пролил русскую кровь. У тебя в Париже, у тебя в Берлине, у тебя в Лондоне пролилась кровь. Ты взорвал наш газопровод, кто-то взорвал ваш. Я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. Если, допустим, мы для преследования, для торжества наших интересов, где-то начинаем помогать, там, я не знаю, ну кому, ну так вот, я просто, да. Аргентине, допустим, чтобы она присоединила к себе Мальвины. Допустим, там, какие-то связи реанимируем и начнем развивать связи, там, с курдскими определенными партиями для того, чтобы у нас были рычаги давления, допустим, на одного товарища, которого мы все знаем, да, и который вот 28 числа пойдет на второй тур выборов. И даже не только на него, а вообще в принципе на это государство. Если мы в Африке начинаем действовать эффективно для того, чтобы там не очень хорошо обстояли дела, допустим, у господина Эммануэля, который Макрон, да, и ровно это мы и делаем на самом деле, я напоминаю. Это, это да, это я понимаю, это мы таким образом реализовываем наши интересы в том или ином регионе мира. Мы будем бить не по элитам вот эти вот акты, если делать, даже, ну у меня вообще на самом деле становиться страной террористом, извините, это плохо не для них, это плохо для нас самих. Если мы вдруг почувствуем себя страной террористом, поэтому я, может быть, за то, чтобы по Лондону ядерные бомбы шлепнуть, но не терроризмом, ни в коем случае. Весь мир сразу убить. И своими руками. Чудесно. Так вот. А остановиться, переходить вот туда, а чем мы тогда от них будем отличаться? За что мы тогда будем воевать? За то, чтобы стать такими же братьями, как они? Мы будем воевать за то, чтобы существовала Россия, и чтобы не лилась русская кровь. А если мы вот такое сделаем, мы перестанем быть русскими. Вот просто. Да. Если мы это сделаем, мы перестанем быть русскими. Стоп, стоп, стоп. Мы станем такими же мразями, как они. Стоп, стоп. Так вот, я напомню, Троцкий или Доруб. Это что, не наш метод? Наш метод. И прекрасный метод. И я напомню, Судоплатова. И это очень популярная точка зрения, что нам срочно нужен Судоплатов, Интигон и так далее. То есть нам нужны эти люди, которые могли бы там... Это другая история. Это другая история. Но Дмитрий почему с вами не согласился? Потому что речь идет об обычных, собственно, французах, которые, как говорится, может быть, и не поддерживают вот этих вот атлантистов, которые проводят вот эту политику французского государства в том виде, в каком мы ее сейчас наблюдаем. И пострадают ровно они. Вы, конечно, сказали чудовищные вещи, которые идут в разрез вообще с тем, что делает российская политика, Россия. Потому что Россия делает все для того, чтобы как раз внешняя политика и дипломатия не была законом джунгля, который вы призываете. Россия как раз пытается из последних сил отстаивать именно международное право, оставаясь постоянным членом Совета Безопасности ООН. Это международное право. Где оно? Покажите мне это международное право. Где оно действует? КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...